итак друзья у нас сегодня обработка детского портрета и снимок нам любезно предоставил сергей андрейчук эта фотография снята на полный кадр снимок с которым я сегодня буду работать вы можете скачать по ссылке под видео также результатом нашей работы станут пресеты которые также вы можете забрать по ссылочке под этим роликом давайте для начала посмотрим какая фотография была и что в итоге мы получим вот такой интересный результат мы получили если тебе такая обработка интересно кликай паузу скачивай raw файл и присоединяйся к обработке вместе со мной но мы не будем терять времени поехали итак друзья краткий анализ снимка во-первых портрет детский поэтому фотография не должна быть тяжелый и контрастный это первый момент на фотографии очень много зелени и она активно перетягивает на себя все внимание это второй момент поэтому в данном случае я бы не стал зелень делать такой активный мне кажется что немного нужно насыщенность приглушить конечно все мы это делаем для того чтобы сделать цвет кожи покрасивее и сохранить его чтобы цветокор никак не повлиял на цвет кожи нашего героя еще что мне не нравится в этой фотографии это вот доска на которой сидит мальчуган это как-то портит всю картинку но это мы с вами поправим давайте все по порядку итак первое чтобы я здесь сделал это наверное сделал бы снимок немного потеплее мы все-таки обрабатываем человека и в отличие от города я считаю что портреты должны быть тепленькими так приятнее нам рассматривать такие снимки с экспозиции у меня все нормально контраст это портрет детский как я говорил не должен быть тяжелый поэтому контраст изображения мы слегка понизим света давайте уберем полностью видите у нас вот в этих местах в деревьях сразу ушло излишнее свечение тени можно слегка повысить чтобы увеличить информацию в тенях давайте точку черного и точку белого пока оставим в данном случае я думаю поступить следующим образом мы сейчас с вами сделаем цветокоррекцию а потом вернемся и доработаем немного тоновую кривую и базовые настройки и так красный цвет у нас отвечает за цвет кожи давайте мы сделаем его не таким холодным переведем сторону оранжевого так оранжевый цвет оранжевый цвет слегка уведем влево это добавит в цвет кожи таких легких нежных персиковых оттенков давайте посмотрим желтый если он на коже ну как вы видите желтого практически нет у нас желтый только на зелени фигурируют так как мы снимок делаем в теплых тонах давайте желтый тоже уведем в сторону оранжево вот так картинка уже становится поинтереснее зеленый так давайте зеленый мы поправим после того как снизим его насыщенность так перейдем в панель насыщенность красный я бы слегка прижал бы вот буквально до минус 10 чтобы брать легкую красноту которая проявляется на щечках на коже ребенка так оранжевый цвет оранжевый цвет давайте пока трогать не будем теперь поработаем зеленью ну так уже стало поинтереснее и сам непосредственно зеленый давайте оставим пока вот таким вот образом возможно сюда мы еще вернемся теперь давайте посмотрим синий у нас он есть на носочках на джинсиках так аквамарин это у нас носочки осени это явно джинсы давайте сделаем покрасивее такой классический джинсовый цвет аквамариновый я придвинул для того чтобы получить больше гармонии между этими двумя цветами так яркость яркость я бы сделал зеленый чуть-чуть потемнее желтый желтый можно тоже сделать чуть-чуть потемнее и давайте прям слегка прижмем оранжевый буквально вот на минус 4 и слегка также прижмем красный чтобы добавить немного загара на цвет кожи прям совсем чуть 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 так картинка получилось у нас пока плоская и не очень красивая давайте вернемся к базовым настройкам и поработаем с кривой сильную контрастность я делать как говорил уже не буду но все же слегка ее добавить нужно удерживая alt я сделаю вот такую сообразную кривую слегка прижму точку белого будем получать с вами киношную картинку убирая излишний белый цвет точку черного слегка поднимем так теперь я чуть-чуть приподнял бы экспозицию чтобы фотографии сделать поярче давайте посмотрим что мы будем прибавлять насыщенность пожалуй нет сочность пожалуй да так теперь давайте мы вернемся кто новой кривой выберем красный канал зафиксирую посередине зафиксирую средних светлых тонах точки удерживая кнопку alt теперь точку в средних темных тонах я слегка опущу добавлю немного зеленого цвета в тени и соседние точки возле нее также слегка опущу еле-еле вот таким вот образом и самую среднюю точку я чуть-чуть опущу вниз теперь переходим в зеленый канал также фиксируем справа точки средний тона в тенях двигаем немного вниз смотрим на изображение получаем красивый черный цвет на пеньке и тени у нас преображаются становятся более интересными и вот эти крайние точки тоже слегка опустим этого будет достаточно переходим в синий канал давайте попробуем сделать то же самое так а вот эту точку эту я пожалуй чуть-чуть подниму чтобы в тенях добавить немного прохладцы немного синевый но точнее не совсем тенях а скорее в средних участках где это наибольше бросается в глаза например вот на тени под шляпой на коже и в некоторых других местах чтобы я предложил бы делать далее давайте мы сейчас с вами выполним сплит тонирование а потом доработаем еще немного цвета давайте пока я здесь сразу кликну удалить хроматические операции резкость мы трогать не будем так удерживаю alt и подбирают цвет который ближе к цвету кожи который я хочу получить и сохранить на этом изображении пожалуй это вот такое вот значение 31 отпускаю alt и теперь делаю насыщенность кто не знает удерживая alt у нас фактически насыщенность автоматически выставляется на сто процентов и таким образом легче подбирать цвета но я думаю что где 12 будет вполне достаточно так теперь тени удерживаю alt соответственно насыщенность у нас сейчас на 100 я бы выбрал какой-нибудь нейтральная обычно вот такое значение где-то в районе 200 216 дает интересную тень давайте посмотрим что сделать с насыщенностью пожалуй да где-то так где-то в районе 15 давайте посмотрим что нам дало раздельное тонирование ну картинка получилась с более интересным цветовым контрастом то есть у нас появилась прохлада в тенях кожа ребенка шляпа пенек все это тепло и это смотрится сбалансировано и достаточно интересно так теперь давайте поработаем все таки мы отдельно с каждым цветом меня больше всего интересует конечно кожа потому что мы обрабатываем портрет давайте сначала поработаем с тоном я бы оранжевый сделал чуть-чуть покраснее а насыщенность бы совсем немного прям прижал буквально вот минус 6 так теперь сам красный цвет красный цвет вот таким вот образом так давайте вернемся мы к базовым настройкам вот вот чего не хватало убавлю я еще немного точку белого точку черного точку черного я наоборот немного повыше хочу сделать этот портрет более легким более воздушным тени вот так вот пожалуй 35 итак цвета минус 100 тени плюс 35 . белого минус 33 . черного плюс 20 насыщенность пожалуй чуть-чуть убавлю минус 4 давайте посмотрим еще температуру на можно сделать слегка потеплее 6970 в кельвинах и оттенок плюс 13 для тех кому не видно на экране так теперь зеленый который не дает мне покоя давайте мы перейдем в насыщенность желтый пожалуй вот так и зеленый ну нет конечно такой стальной зеленый мы сделать с вами не будем это детский портрет он все-таки должен быть как я говорил и легкий во первых а вторых все-таки сохранять определенную насыщенность все-таки должен быть яркий красочный красивый поэтому зеленый я бы оставил вот как то вот так далее давайте мы с вами добавим немножко виньетку таким вот образом и я слегка хотел бы осветлить лицо выбираем кисть слегка повышаем экспозицию не осветляем личико нашего парня здесь пройдемся по коже то есть немножко теневые зоны я раскрыл для внимания зрителя давайте посмотрим без кисточки с кисточкой отлично итак друзья мы снимок с вами обработали давайте посмотрим какое изображение у нас было изначально что в итоге мы получили было стало давайте мы сохраним это изображение в пресет пресет мы назовем маленький лес создать теперь давайте мы откроем какое-нибудь другое изображение и посмотрим как будет работать этот пресет на другом изображении так давайте посмотрим вот этот снимок где наш пресет так поднимем слегка экспозицию сделаем фотографию потеплее температура у меня не сохраняется в пресете учтите это зеленый мне вот здесь не очень нравится давайте поработаем с ним так давайте мы его сделаем менее насыщенным желтый слегка наоборот я добавлю и зеленый сделаю слегка потеплее но так пожалуй будет интереснее так отлично давайте создадим еще один пресет давайте попробуем обработать вот этот пересвеченный снимок и так смотрим так нет не смотрим давайте мы для начала прижмем слегка экспозицию выправим ее вот видите полный кадр это есть полный кадр кто-то скажет что фотография бракованная мы из нее вытягиваем и делаем вполне приличный снимок так экспозицию я поправил 12 практически не отличаются ну зеленым отличаются да и пресет давайте его переименую который я создавал пока практиковался с этими снимками окей вот у нас три замечательных пресета 123 вот в этом случае я бы оставил 3 из более такой веселой зеленью так чуть-чуть добавляем экспозиции и делаем фотографию потеплее отлично давайте посмотрим было стало было стало небо и земля так но это еще не все для тех кто любит работать фотошопе и продолжать улучшать фотографии давайте мы с вами вернемся к первоначальному изображению с которым мы работали и откроем его фотошопе и так первым делом я дублирую фотографию перетягиваю слой вот на значок создать новый слой далее я иду в корректирующие слои выбираю черное белое меняю режим наложения на перекрытие и непрозрачно сделаю где-то 10 процентов далее идем в корректирующие слои выбираем уровни давайте сделаем фотографию слегка поярче вот таким вот образом я средний ползунок передвинул слегка влево а левый ползунок слегка вправо фактически это та же самая кривая который мы с вами привыкли только она здесь отображается вот линейно теперь я нажимаю сочетание клавиш alt ctrl shift и у меня все изображения схлопываются на новых слой я иду фильтр alen skin x позже так плагинчик x позже вы его можете скачать по ссылке под видео не переживайте что у вас его нет устанавливается он очень легко итак друзья выбираю я фильтр blue and yellow понижаю слегка непрозрачность этого фильтра я думаю что уровень 70 будет достаточно чем мне нравится этот плагин здесь в закладке color есть очень интересная регулировка средних тонов которые отвечают за цвет кожи и всегда можно цвет кожи подрегулировать отдельно как я в данном случае я выбираю насыщенность цвета кожи вся остальная картинка у меня сохранилась идем в панель рис инди юст и здесь есть очень интересный фильтр который делает красивое бак и вот такое вот собственно говоря вот это вот бак и я добавляю для того чтобы не только украсить снимок и сделать его такой ну немного более сказочным но еще для того чтобы понизить еще вот это вот засилия скажем вот этого зеленого цвета чтобы был некий баланс между цветами на этом снимке так и у нас после наложения этого фильтра стала немножко белесая личико давайте мы кликнем вот сюда справа верхнем углу на кисточку и немного поработаем уберем этот фильтр со шляпы с лица нашего героя здесь слегка пройдемся отлично кликаем применить и play фильтр применяется давайте будем последовательно если мы хотим сохранить какие-то изменения нам необходимо сохранить тот слой на котором наложен фильтр x позже нажимаю сочетание клавиш а это control shift и нет и теперь давайте мы поработаем вот с этим пеньком и так берем прямоугольное лассо кликаем увеличим сначала изображение я кликну вот сюда так теперь давайте выделим ту область пенька которую мы хотели бы изменить вот так вот кликаем на то место где мы хотим зафиксировать лассо так давайте сделаем так и я думаю что вот так скопировать на новый слой вот часть пенечка скопировалась на новый слой нажимаем control t нажимаем правую кнопку деформация и и аккуратненько подтягиваем часть изображения этого пенька вверх таким образом чтобы скрыть доску но при этом сохранить верхнюю часть пенечка чтобы не потерять объем и сохранить реалистичность изображения пожалуй так кликаем галочку давайте добавим к нашему верхнему слою с куском пенька маску выберем черную кисточку непрозрачности нажатия сто процентов уберем ту часть изображения которое выдает эту нашу заплатку ну чтож отлично так гораздо интереснее давайте все скопируем на новый слой alt control shift и и так друзья еще один маленький прием давайте я вам быстренько расскажу мы получили достаточно интересную и красивую фотографию но зритель всегда смотрит на фотографию слева направо именно так нас детства приучают читать и когда мы смотрим в данном случае слева направо да то мы упираемся во встречный взгляд нашего героя несмотря на то что он смотрит там на свою ручку тем не менее его взгляд и его профиль как раз направлен справа налево и для того чтобы получить более интересный и гармоничный снимок можно просто навсего отзеркалить это изображение благо здесь нет никаких надписей и это нас не выдаст давайте посмотрите сейчас на это изображение запомнить его таким как он есть сложите некое о нем впечатление теперь я делаю control t нажимаю правую кнопку отразить по горизонтали ну что скажете по мне так вот именно в таком расположении снимок смотрится гораздо гармоничнее и интереснее итак друзья обработку мы с вами закончили но всегда самым последним штрихом фотошопе я немного дорабатываю цвета делаю я за счет корректирующего слоя который называется цветовой тон насыщенность у меня сейчас стоят все цвета по умолчанию я для начала двигаю ползунок до того момента когда начинает теряться реалистичность вот думаю плюс 10 11 в данном изображении будет достаточно теперь можно поработать отдельно с цветами давайте мы зайдем в красный можно сделать слегка по насыщеннее плюс 7 уведем немного влево когда мы с вами это делаем в данном случае мы не обращаем внимание на цвет кожи мы с вами здесь ретушируем окружающее пространство и слава богу фотошоп дает нам возможность работать со слоями поэтому кожу ребенка не смотрите мы вернем на место голубые я слегка прижиму так синий так зеленый здесь ползунок яркость работает гораздо интереснее чем в лайтрум и желтые все на этом пожалуй можно остановиться далее мы берем черную кисточку непрозрачность нажатия сто процентов квадратными скобками меняем размер кисти и аккуратненько возвращаем цвет кожи на предыдущее положение ну все друзья совсем другое дело фотографию мы обработали давайте посмотрим какой снимок у нас был изначально и что в итоге мы получили на этом друзья все не забудьте подписаться чтобы не пропускать следующие интересные и полезные видео желаю вам творческих высот красивых и жикарных фотографий всем пока и до новых встреч фантастик фантастик Субтитры подогнал «Симон»